Ни одна страна не может быть вечно мирной. Даже США, я имею в виду США, постоянно затронуты войнами. В будущем Европа, как мне кажется, не будет вовлечена в большие войны, как раньше. Но Европа вернется к естественной ситуации человечества. В Европе будут войны, будут и периоды мира. Европейцы будут умирать в войнах. Конечно, без 100 миллионов убитых, как в прошлой войне. Но идея европейской исключительности, как мне кажется, приведет Европу к войнам. В Европе будут конфликты, как уже и были конфликты в Югославии и сейчас на Украине. По поводу отношений Европы с Соединенными Штатами. У нас нет отношений с Европой. У нас отношений с Румынией, с Францией и так далее. Нет Европы, с которой у США какие-то отношения. Исламизм – проблема для Соединенных Штатов, но не жизненно важная угроза. Нужно им заниматься, но прилагая пропорциональные усилия, не более. У нас другие внешнеполитические интересы. Главные интересы США на протяжении всего прошлого столетия, во время Первой, Второй и Холодной мировых войн, концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Ведь объединившись, они становятся единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача – не допустить их союза. Украину посетил главнокомандующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Он наградил украинских солдат военными медалями США, что вообще-то запрещает армейский регламент США – награждать медалями иностранцев. Но этим он хотел показать, что украинская армия – его армия. США сейчас поставляют оружие, артиллерию и другие вооружения прибалтийским странам – Румынии, Польше и Болгарии. Это очень интересный аспект. Вчера в США объявили о намерении поставок вооружений на Украину. И хотя это потом было опровергнуто, оружие будет поставляться. И во всех этих действиях США действуют в обход НАТО, потому что решения НАТО могут приниматься только единогласно, всеми членами НАТО. Суть происходящего в том, что США строят санитарный кордон вокруг России, и Россия знает об этом. В любом случае, мы вернулись к стартовой игре. Спросите, что думает поляк, венгер или румын. Они – в совершенно другой вселенной, нежели немцы. А немцы – в совершенно другой вселенной, чем испанцы и так далее. Короче, в Европе царит разногласие. Что же касается украинцев, точно скажу. Они сделают все, чтобы не прогневать США. В США контролируют все океаны Земли. Никто и никогда не делал этого раньше. Как следствие, мы можем осуществлять вторжение везде на планете, но никто не сможет напасть на нас. Это классный расклад. Контроль океанов и космоса – основа нашей власти. Лучший способ разгромить вражеский флот – это не дать врагу построить свой флот. Британская империя, чтобы не допустить возникновения сильного флота в Европе, натравила европейцев друг на друга. Я бы рекомендовал следовать политике Рональда Рейгана в Иране и Ираке. Рейган поддержал обе воюющие стороны. Так что они боролись друг с другом, а не против нас. Это было цинично, аморально, но работало. США не в состоянии оккупировать всю Евразию. В тот момент, когда ботинок нашего солдата ступает на землю Евразии, мы автоматически уступаем по численности войск. Мы не можем везде ввести войска, но зато мы в состоянии поддерживать враждующие между собой стороны, чтобы они концентрировались на себе, а не против нас. Мы поддерживаем их политически, финансово, окажем военную помощь и пошлем наших советников. Вопрос для русских в том, что либо Украина буферная зона между Россией и Западом, как минимум нейтральна, или же Запад, НАТО, на Украине так близко, что до Сталинграда лишь 100 километров, а до Москвы 500. Для России статус Украины представляет жизненно важную угрозу, и русские не могут просто так бросить и уйти оттуда. Но если Россия продолжит цепляться за Украину, то мы должны остановить Россию. Вот США и делают то, о чем недавно сказал генерал Ходжес. Посылают войска быстрого реагирования в Румынию, Болгарию, Польшу и Прибалтику. Так мы готовим интермерием, междуморье, территорию между Балтийским и Черными морями. Концепцию «междуморье» придумал еще Пилсудский. В современном же американском исполнении это некий вал на политической карте Европы от Черного моря до Балтики. Препятствие для Союза России и Германии, ослабляющее обоих. Вот США его и строят. Одна незадача — немцы. Немцы и сами не знают, что делать. Им же нужно продавать товары, а русские могли бы покупать их. Для США же первая цель — не допустить, чтобы русский капитал и русские технологии... Нет, немецкий капитал и немецкие технологии соединились с русскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию, над чем США работают вот уже целый век. Козырь США, бьющий такую комбинацию. Линия между Прибалтикой и Черным морем. Германия — мощнейшая экономическая держава, но одновременно очень ранима и геополитически слаба. Задумайтесь над немецким вопросом в сегодняшней повестке дня. Поставить его мы должны, но не делаем этого, поскольку не знаем, что немцы предпримут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!